всем привет сегодня покажу вам вот такие вот карточки обучающие для детей тут 11 комплектов издательства маленький гений пресс в каждом комплекте по 16 карточек у меня в данном случае коллекция в основном на тему животных и птиц и так птицы наших лесов тут 16 карточек с одной стороны нарисована птица а с другой рассказано про нее то есть ее размеры где живет что ест и так далее пока буду показывать заодно расскажу как пользоваться карточки обучающие очень важны особенно для детей до трех лет для формирования словарного запаса и для связки слова и образа в будущем карточки также пригодятся когда ребенок будет изучать иностранный язык играть все можно так например значит вообще начинаем 6 месяцев 6 месяцев мы ребенку просто показываем их быстро и называем то что изображено как мы делаем 57 раз в сутки где-то через неделю мы меняем комплект и то же самое проделываем где-то после года уже ребенку значит мы как делаем даем например две карточки называем их потом говорим покажи мне где ласточка вот то есть чем старше ребенок тем больше скажем так карточек выкладываем и говорим покажи мне там лису покажи мне зайца такой вариант игры кстати после трех лет уже можно рассказывать вот эти вот все данные про птиц и животных тем более что дети они сами любят спрашивать много вопросов и честно говоря я вот сама столько всего не знаю вот этих птиц и животных так что очень классные карточки нашла я их на сайте русского географического общества что конечно внушило доверие и в итоге все таки я их купила в разных местах в лабиринте и на озоне почему потому что в наличии были не все комплекты которые я хотела то есть где-то что-то есть где-то чего-то нету цены немножко разные вообще все комплекты стоят почему-то по-разному где-то стоит 200 рублей какой-то стоит 120 рублей но если посчитать вот 11 комплектов общая стоимость за них 1600 рублей средняя цена получается 140 рублей на штуку и если разделить то получается что это 9 рублей за одну карточку это очень даже неплохая цена но хочу сказать что карточек у ребенка должно быть много и возьмем вот эти карточки они все-таки большие это и плюс и минус минус в каком плане что карточек нужно штук 500 меня здесь меньше чем 200 карточек да и если взять вот тема животных и птиц это идеальной карточки я на мой вкус но если бы вот например у меня была изображена какая-нибудь каша в тарелке мне было бы жалко этих денег информация сзади было бы ни к чему но у них таких карточек и нет на самом деле на тему еды ли но я не видела по крайней мере вот я хочу сказать что я еще буду покупать карточки еще буду делать обзоры то есть будут карточки следующие какие хочу они что были вот где-то квадратные небольшие и чтобы там были изображены там я не знаю сапоги платья ну то есть предметы одежды предметы там посуды и тому подобного вот а в том что касается животных и птиц я очень довольна именно этими комплектами и опять же рекомендация русского географического общества она сделала свое дело да можно купить животных скажем так фотографии или самим распечатать но это будет не сильно дешевле и опять же фотографии животных мне лично меньше нравится мне вот нравится такие реалистичные изображения плотная бумага кстати картон а еще их можно вообще если там купить какие-то есть же тонкие например да можно их в фотоальбомы вставлять например но вообще конечно в идеале чтобы карточки были именно карточками и чтобы игры какие-то с ними проводить типа подай мне это дай то и возможно например смешать все карточки и чтобы ребенок сам распределил птиц в одну стопочку животных в другую или например тут у нас животные птицы разных континентов тоже можно ребенку дать задание когда уже он но выучив все эти названия понятное дело дать задание распределить по континенту самому то есть вариантов очень много животные африки животные азии и тут уже писала на английском название дальше комплект идет насекомое и тут конечно так получается что многие картинки они крупнее чем сами насекомые давать комаров комар конечно мельче но это нормально потому что тоже будет рисовать маленького комарика и потому что можно разглядеть где у него там крылышки как он еще состоит так что тоже нормально все кстати тут есть таракан большой вот и это не наврали то есть на кипре например если вы были у нас такие там тараканы водятся они быстро очень бегают взлетают даже так что тут они не наврали а так конечно все остальные животные ой точнее насекомые они очень крупные ну бабочка еще тоже бывают там большие бабочки так конечно остальные все они очень крупные но это и неплохо вот на этом заканчивается наша коллекция животных и насекомых и птиц я еще купила два комплекта ну просто на самом деле можно было этого не брать тем более тема музыкальных инструментов потому что как я говорю намного удобнее купить какие-то более мелкие более дешевые карточки на разные темы хотя здесь тоже информации много знаете то есть это я уже не могу рекомендовать если честно этот комплект еще я у них покупала но отказалась два комплекта значит морские обитатели мне он не понравился и на тему природных явлений тоже не понравился комплект абсолютно я верну вот еще покажу комплект времена года вот он неплохой только из-за того что тут хорошее описание сзади много информации и конечно в этом что то есть картинки тоже интересны но купила я конечно из-за информации которая приведена тут до начале были месяцы теперь идет зима весна лето 8 вот такие вот у нас карточки точно могу рекомендовать обязательно каждому ребенку это считается по мнению всех психологов обязательно нужно иметь карточки особенно для детей до 3 лет вот а какие карточки это уже решает каждый сам вариантов много то есть я могу точно рекомендовать вот эти в том что касается животных и птиц да животных и птиц но вы уже сами думаете и может вы знаете какие то еще другие можете написать в комментариях потому что как раз я сейчас думала докупать еще какие то варианты этого недостаточно достаточно